Вот это вот истинное его положение в народе, вот так вот его народ любит, и когда у людей, если в случае, как вот в случае с Каддафи, если появится возможность вот так показать Кадырову свою любовь, ему эту любовь покажут, по проспекту Путина, вот, пинать его тело вообще. Томсо, ты можешь не улыбаться, у меня от твоей улыбки гадкое чувство на душе, она мерзкая, можешь говорить в массу? В инстаграме всяких дутых спортсменов и якобы мусчин, вроде Тухугова, Раисовых или других, где они восхваляют Кадырова, Старшего и Падишаха, я вижу, что примерно на 50 положительных комментов, только 5 от силы отрицательных. То есть, мало людей осознают преступления Кадыровых, как так? Здесь надо понимать, что на этих пабликах, во-первых, будет вестись модерация, и негативные комментарии там, конечно, оставлять не будут, это первое. Во-вторых, надо понимать еще, кто их целевая аудитория, кто те люди, кто пишут там комментарии. Это в основном, наверное, люди, их поддерживающие, соответственно, они будут писать именно то, что хотят эти люди. Ну, не так как бы делаются выводы, не из этого делаются выводы. Ситуация с Кадыровым, она очень похожа на ситуацию с Каддафи. Каддафи, он тоже говорил, что его народ очень любит, что в целом его народ Ливии поддерживает. Но как только у народа Ливии появилась возможность показать эту поддержку, труп Каддафи пинали по улицам Триполи, по-моему. Ровно противоположная ситуация была в Турции. В 2016 году попытка военного переворота. Там, когда у народа появилась возможность показать поддержку Эрдогану, они ее показали. И, жертвуя своими жизнями, они тогда удержали Эрдогана у власти, предотвратили этот военный переворот. С ценой своих жизней. Многие там лишили своих жизней. Кто-то пострадал, был ранен. Вообще, в целом, был очень серьезный риск убийства. Но они вышли, просто люди вышли против военных и таким образом исправили эту ситуацию, спасли и жизнь, и власть Эрдогана. Вот у Кадырова очень похожая ситуация с Каддафи. И мы это видим, когда его постигает какая-то проблема. Вот сейчас появилась информация о том, что Кадыров госпитализирован с диагнозом ковид. И мы видим, как много людей радуются этому событию, как много людей делают дуа, многие даже перебарщивают, переходя на его детей и так далее, родственников. Вот это вот истинное его положение в народе. Вот так вот его народ любит. И когда у людей, как вот в случае с Каддафи, если появится возможность вот так показать Кадырову свою любовь, ему эту любовь покажут. По проспекту Путина будут пинать его тело. Ну, очень дешевая попытка подмены понятий. Ты этим как бы никого не обманешь. Ты понимаешь, что против Каддафи вышла армия. Армия, понимаешь, вышла против Каддафи. И народ вышел против, стал против армии, защитив Эрдогана. Кадырова Рамзана, его поставила туда армия против народа. Ты просто как бы сравнил восток с западом, небо с землей, северное сияние с бычьими гениталиями. Салам алейкум, если Путина снесет свой народ, тогда народ Чечни поднимется против нынешней власти Кадырова. Как ты думаешь? Салам алейкум ассалам. Я не знаю, все будет зависеть, наверное, от обстоятельств, как они будут развиваться в целом по России. От этого все будет зависеть. Мы сейчас сильно зависимы от вот этой вот общей ситуации в России. И не только сегодня, мы и раньше были от нее зависимы. Мы и тогда, в начале 90-х, когда мы объявили суверенитет, это был период такой, когда в целом по всей стране на тот момент это был Советский Союз, развал страны, какие-то потрясения, какие-то проблемы, пуч, муч, в общем, все в куче было. И это было такое благоприятное время для того, чтобы мы сделали вот этот свой рывок. Здесь тоже все зависеть будет, наверное, в целом от того, как будут развиваться события. Что теперь ответишь иллюзионисту? Мне кажется, он тебе поставил шаг и почти мат. Не говори. Я даже не считаю нужным как-то сейчас комментировать то, что было. Я думаю, что если мой брат Мохаммад посчитает нужным ответить на это, он ответит. Если не посчитает нужным, то можно, в принципе, не отвечать. Я думаю, здесь уже все-все-все точки над «и» были поставлены и в предыдущем ролике. Но это уже их батл. Я не против, если он ответит. Мы посмотрим этот ответ. Как сказал иллюзионист, какое сейчас время, правильно, время окунать хозь юртовского сказочника в тазик, наполненный его собственной грязью, тусовки, бухло, девки, обнимашки, грабеж, похищения, пытки, нарушения, насилия, изнасилования, убийства и много чего. В принципе, я могу делать это каждый день. Просто это скучно. Томсо, может ли ситуация стать хуже для чеченцев, если этот крохобот сдохнет? Какие могут быть минусы, если они могут быть? Муслим, я не знаю, я не силен в такой аналитике, когда нужно делать прогнозы. Я вот не умею их делать. Но мое чисто мнение, сугубо личное, я думаю, что хуже уже быть не может. Хотя, конечно, все может быть, но я думаю, что если мы оставим это так, как есть, то точно ничего не исправится. А если бы этого человека вдруг постигла бы кара Всевышнего Аллаха, я думаю, от этого хуже нам бы не было. Так что, ну, я не знаю, в общем, как-то какой-то другой на эту тему прогноз давать я не могу. Кто-то может поспорить, сказать, что там будет. Еще может там поставить кого-то, кто будет хуже. А что, если там Даудова поставят, нам будет лучше? Нет, не будет лучше. Но и вряд ли уже будет хуже. Салам алейкум, брат. Фэр-герой драпанул в Москву, испугавшись гриппа. Совпадение? Чингизм монгольский почему-то одержим Тумсо, тогда как уже несколько недель Анзор бомбит беспощадно. Пахмат силу. Означает ли это, что фэр сдулась? Вы знаете, я как раз хочу вот на это обратить ваше внимание, что когда они, их пропаганда, неважно в лице кого, будь то элизонист, будь то там какой-нибудь журналист из ЧКТРК, будь то их руководитель Ахмед Удаев, то они всегда отвечают на те темы, которые не столь на самом деле актуальны. Не столь важны. Вот посмотрите, допустим, уже два ролика он снимает или три уже ролика он снимает по поводу вот этой вот ситуации с Хиросимой Нагасаки, с применением артиллерии в городах и в сёлах. Но при этом нет ни одного комментария по поводу фейковой благотворительности фонда Ахмад Хаджи Кадырова. Также было бы интересно послушать комментарии к вот этим фотографиям Кадырова, ведь мои фотографии там смонтированные, они ведь комментировались на самом честном телеканале в мире. А почему кадыровские фотографии не комментируются? Тоже людям было бы интересно послушать, как же так получилось. Скорее Кунта Хаджи вернётся, чем ты заговоришь о тех фото, вдруг ты не знаешь, о каких фото речь идёт. Это он не ко мне обращается, это он, видимо, к иллюзионисту обращается. Иначе бы ты рассказал нам. Даю наводку, открываешь инстатум со, там увидишь шепа с бокалом, ну и есть видео тоже, которые каким-то чудом ты пропустил. Хотя бы сейчас прокомментируй об этом, иллюзионист. Я думаю, не дождёмся мы комментариев этих фотографий. Корона, о Аллах, не спаславший Писание и скорый в расчёте, нанеси поражение крохоботам, о Аллах, разбей их и потряси их, не оставь от них и следа на этой земле, накажи их самым мучительным наказанием в мире вечном. Корона, мы здесь можем сказать только амин, присоединиться к этой мольбе. Томсо, ты можешь не улыбаться? У меня от твоей улыбки гадкое чувство на душе, она мерзкая. Можешь говорить в маске без обид? Муслям, ну давай этот эфир уже как-нибудь потерпишь, это мою улыбку. В следующем я подумаю что-нибудь, придумаю маску там, чтобы тебя не напрягать. Томсо, надо его модератором поставить, он тогда такую улыбку точно не увидит. Представьте, идея, муслям, как ты смотришь на это видео, сделает тебя модератором. Субтитры сделал DimaTorzok